и мы сумеем как следует обсудить эту тему. И сегодняшним докладчиком будет профессор из Германии Сибилл Калецко, который является руководителем отделения гастроэнтерологии университетской клиники города Мюнхена. Прошу, Сибилл. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я хотела бы поблагодарить в первую очередь компанию Nestle за приглашение на этот крупнейший конгресс, на котором я смогу предоставить свой доклад. В первую очередь я хотела бы осветить проблему атопического дерматита, ее долговременной перспективы и что определяет риск ее возникновения. Потом я хотела бы поговорить о возможностях предотвращения, ее возникновения, либо с помощью диеты матери во время беременности и кормления грудью, либо с помощью введения прикорма. Однако на этом моменте я не остановлюсь слишком подробно, поскольку это будет тема следующего доклада. Да, и еще здесь, в принципе, у нас есть свободные места, и те, кто сзади стоят, могут пройти и присесть, потому что, в принципе, дискуссия будет достаточно долгая. Я думаю, все здесь в зале хорошо знакомы. с распределением по возрасту возникновения различных аллергических заболеваний, то, что пищевая аллергия, атопический дерматит возникают в самом начале, в первый год жизни, а астма и аллергический ренит уже появляются позже, с течением времени. Но сегодня я хотела бы подробнее остановиться именно на проблеме атопического дерматита, потому что именно здесь у нас есть большие знания и понимания, как можно его предотвратить или уменьшить риск его развития именно в первый год жизни. Здесь вы можете видеть различные формы проявления атопического дерматита, от менее явных до очень серьезных, но нужно отметить, что именно серьезная форма проявления имеет очень сильную взаимосвязь с дальнейшим развитием ребенка, и что в 60% случаев это развивается именно в первый год жизни. Что значит, что для многих перспективных перспективных? И мы имеем очень интересные данные, которые мы сейчас проводим детей от родителей до лет в жизни. И один из них, и в основном, в основном, и в основном, в основном, это гени-студе, и я буду говорить о гени-студе летом. И в этом исследовании, мы увидим, когда мы смотрим от детей от 10 лет, сейчас у нас есть достаточно много данных, о которых мы поговорим в течение доклада. В первую очередь, это исследование GINI, проведенное в Германии. Что самое главное, я хотела бы отметить, это то, что дети, у которых была экзема на первом году жизни, имеют очень высокий риск развития проблем психического здоровья в дальнейшем, в возрасте 10 лет. И даже если экзема проходила в начале, в первом, втором году жизни, то это ввело в дальнейшем к проблемам, эмоциональным и поведенческим проблемам. Очень важно понимать, еще раз хочу отметить, что даже если экзема проходила на первом-втором году жизни, это установлено, что она дальше имеет влияние на психическое, эмоциональное развитие детей. Поэтому так важно заниматься именно снижением риска ее возникновения и предотвращением ее возникновения. Есть целый комплекс факторов, который влияет на развитие экзема атопического дерматита. Это и генетика в первую очередь, и нарушение иммунного ответа, барьерная дисфункция, и, конечно же, факторы окружающей среды и также раннее введение прикорма. Продолжение, которые должны быть вреденческой жизнью, умеет, что для заболевания того, что родственники, родственников, родственники, Мы все знаем о том, какой сильный влияние оказывает генетика на риск развития аллергии. И то, что если аллергия была у обоих родителей, положительный анамнез, то риск развития экзема у потомства возрасте до 4 лет сильно возрастает до 45%. Также мы знаем, что различные гены отвечают за различные виды манифестаций. Сейчас я подробнее расскажу про исследование GENI. Было исследовано 5991 здоровый, доношенный, новорожденный ребенок, рожденный в промежутке с 1995 по 1998 годы. В исследовании две ветви. Первая ветвь – это положительная семейная аллергологическая история у детей. И эта группа вмешательства, в ней участвовало 2252 ребенка. Они получали и грудное вскармливание, и 4 различные вида смеси. Вторая ветвь – это практически 4000 детей с положительной и отрицательной семейной аллергологической историей. Это группа без вмешательства. То есть они были на грудном вскармливании настолько, сколько это было возможно, и при необходимости получали бесплатную смесь. Теперь вы видите, что у них есть линия семейная аллергия или нет. И здесь мы смотрим в детей, которые были полностью breastfed за первые 4 месяцы. То есть, нет формулы фидения. Очень clean групп. И в зерене в зерене в зерене, появятся у них у пироговых инстанций. И в зерене в зерене на 6 месяцевах, количество берега, живого субтитра. И в зерене в зерене, из зерене в зерене в зерене, а из зерене в зерене в зерене, 어� success, Здесь мы видим три группы детей с положительным и с отрицательным семейным анамнезом. Соответственно, у нас черные и зеленые линии – это без вмешательства, и красное – вмешательство и положительный семейный анамнез. Что самое важное? Видно, что именно положительный семейный анамнез оказывает решающее влияние на риск возникновения аллергии. Зеленая стрелка ниже – это группа без вмешательства отрицательный семейный анамнез, и черная и красная выше – это положительный семейный анамнез, группа, которая находилась полностью на грудном вскармливании, и группа, которая получала формулу. Соответственно, большой разницы между этими двумя группами нет. И черная линия – это родители из группы, и, как я сказал, группы, они всегда родители из риск-фамилей, но, хотя они были рандомизированы для формулы, потому что у мамы были полностью breastfed за первые четыре месяца, они не были обеспечены на формулы, и они выглядят точно так же, как родители из группы из риск-фамилей. Так что это действительно осуществляет, что данные являются очень важными. Так что риск увеличивается, если вы получаете от семейной истории аллергии. Итак, можно еще раз уточнить, что риск возникновения атопической экземы увеличивается в два раза, если ребенок из семьи с положительным семейным анамнезом. Мы видим это на черной и красной линии, где одна группа была полностью без вмешательства, и дети находились на грудном вскармливании, и вторая группа с вмешательством им давали формулу, но цифры примерно одинаковые. В следующем видео мы видим, что есть символограф, но здесь вы можете видеть родители из операционной группы, где родители не были полностью breastfeeding, поэтому они получили любую формулу, что есть доступно на рынке. Но в этом видео мы видим, что если вы получаете от семейной семьи с аллергии, то риск увеличивается, чем у них не получаете от семейной семьи, или риск-фамилей. Здесь еще раз мы видим две группы детей, которые находились на грудном вскармливании, и искусственном, когда это было необходимо, и смесь выбиралась матерью. И единственное различие – это положительный и отрицательный семейный анамнез. И снова мы видим, что у детей, у которых есть история аллергологической реакции, у родителей, риск возникновения топической экземы в два раза выше. И теперь мы знаем, что риск-фамилейный анамнез. И если вы получаете эти смыслы, то риск, опять же, то риск-фамилейный анамнез. Риск-фамилейный анамнез. Мы знаем, что за возникновение экземы отвечает ген филогрин, и что дети, у которых есть этот ген, риск возникновения экземы в два раза выше, чем у тех детей, у которых этого гена нет. И даже если они из семьи потенциально с риском возникновения аллергии. So, I want to conclude this first part on the genetic background. So, the genes are important, particularly for early-onset eczema in the first year of life, but also for those who have early-onset and persistent, but it's not so important for late-onset eczema. And the risk is about double compared to not coming from a family history. Здесь в первой части я хотела бы сделать важный вывод о том, что генетическая предрасположенность играет очень важную роль именно в раннем развитии экземы, но не в позднем. Но даже без положительного семейного анамнеза риск развития экзема около 15-18%. Мы все знакомы с гигиенической теорией, которая была сформулирована в 1989 году. О том, что улучшение гигиенических условий ведет к меньшему контакту с микробами в период раннего детства. И это, в свою очередь, влияет на дальнейшее более медленное постнатальное созревание иммунной системы. Существует несколько исследований, детей, жизнь которых в раннем возрасте происходила на ферме, или матери которых работали и жили на ферме. И, что удивительно, мы заметили, есть определенное влияние на снижение уровня возможного риска развития сенной лихорадки, атопической сенсибилизации и астмы. Но, что удивительно, нет влияния на развитие экземы в дальнейшем школьном возрасте. Итак, вопрос в том, что экзема действительно отличается, другие гены отвечают за ее активацию, другие механизмы запускают ее развитие, и, соответственно, нужны разные подходы, другие подходы для ее предотвращения. Есть различные фенотипы при экземе и раннее, и позднее развитие, как мы уже говорили, специфические ИГЕ, положительные и отрицательные. И мы уже знаем, что генетические и эпигенетические механизмы оказывают влияние именно на ее развитие в раннем возрасте. Сейчас, если мы сейчас пытаемся влиять на различные инфляции в раннем возрасте, и мы смотрим на эффекты экзема, это очень трудно. Потому что вы увидите, что дети, которые имеют первые экзема, скажем, вторую, третью месяц уже, что эти мамы tend to breastfeed, и breastfeed, и breastfeed, и дают салюту очень много лет. И если вы посмотрите на данные, вы увидите, что салюту и салюту 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 салюту. Здесь есть очень непростой момент обратно-причинной следственной связи. Признаков экземы и грудного вскармливания, и позднего введения прикорма. Грудные дети с на высшей степенью наследственности, атопии или ранними признаками аллергии получают грудное вскармливание дольше, и прикорма вознится поднее. Но это не причина возникновения экземы, это лишь следствие. Чтобы получить действительно чистые и достоверные результаты, в исследовании необходимо очень четко разделить детей на тех, кто получали грудное вскармливание и искусственное. Какие есть нутритивные подходы для первичного предотвращения экземы? Это может быть и элементационная ограниченная диета матери в период беременности и лактации. Это может быть продолжительное грудное вскармливание, применение соевых или гипоаллергенных смесей, а также введение прикорма. Различные исследователи пытались исключить из диеты матерей высокоаллергенные продукты, как, например, яйца, однако никакой взаимосвязи о влиянии элементационной диеты на сокращение последующего риска развития аллергических заболеваний найдено не было. Также на этом графике мы видим, что и в период кормления грудью элементационная диета не влияла на снижение риска развития экземы. Мы видим вертикальные линии на единицы, соответственно, никакого значительного влияния элементационной диеты нет. Соответственно, хорошая новость, мамы могут есть, что хотят во время беременности и лактации. Сейчас, как и врач-пределение, корма. Что касается врач-пределения? Врач-пределение улучшает риск-пределения? Это очень сложно изучение, потому что мы не можем рандомизировать мамы или не рандомизировать. Это не будет эффективно. Мы не имеем данные, которые не рандомизируют, рандомизируют исследования. И мы знаем, что мамы, которые полностью рандомизируют, грудного вскармливания, снижает ли он риск развития аллергии? Эффект от грудного вскармливания, снижает ли он риск развития аллергии? В нашем исследовании было очень сложно его проследить, потому что у нас были две обсервационные группы матерей, которых кормили детей грудью. Однако они делали это по собственному желанию. Это были группы без вмешательства. Соответственно, они прекращали это делать в разный период времени. Некоторые вводили формулу по необходимости. У них были различные социоэкономические статусы, сообразования, в конце концов наличие животных в доме и ведение прикорма. Поэтому очень сложно было получить чистые результаты здесь. However, looking at the different studies, and this is a very recent meta-analysis, and here is the effect of eczema, asthma, allergic rhinitis, and you have a significant benefit of breastfeeding in those with a family history of allergies. You have a significant effect of breastfeeding on asthma, which is protective, and less so not significant for allergic rhinitis. But in summary, I think breastfeeding seems to be beneficial to reduce the risk of allergies. Есть данные различных мета-анализов о влиянии грудного вскармливания и аллергии. Как вы видите здесь на графике, есть влияние на атопические дерматиты и развитие астмы, и можно сделать вывод о том, что грудное вскармливание действительно оказывает положительное влияние. И грудное вскармливание может быть одним из способов снижения риска развития аллергии. Есть много причин для поддержки грудного вскармливания в первые полгода жизни, как мы знаем, но имеющиеся данные, которые мы с вами только что рассмотрели, они подтверждают, что исключительно грудное вскармливание в первые 4 месяца может снизить риск развития атопического дерматита. Однако, как мы видели на предыдущем графике, не совсем понятно взаимосвязь с астмой и аллергическим ринитом, поэтому нужно больше данных для выводов в этой сфере. Конечно, мы знаем, что только одна пропорция мы знаем, что только часть матерей могут полностью кормить грудью в первые 4 месяца жизни ребенка, потому что им надо возвращаться на работу. Есть другие причины для введения смеси. И дальше мы увидим, что мы рассматривали различные виды смеси и их влияние, но точно можно сказать про соевые смеси, что они не имеют преимущества для предотвращения аллергии. И кормление соевой смесью не может быть рекомендовано для предотвращения аллергии или пищевой непереносимости. Соответственно, дальше есть различные гипоаллергенные и гидролизованные смеси, которые мы должны подразделять в зависимости от уровня гидролиза, частичный или глубокий, а также в зависимости от источника белка, сывороточные или казеиновые. Собственно, в этом и была цель исследования, проведенного в Германии 10 лет назад, исследовать эффект предотвращения аллергии трех различных гидролизованных смесей по сравнению с стандартной смесью на основе коровьего молока. В то время уже на рынке были различные виды смесей, и не было понятно, какие из них действительно стоят своих денег и оказывают влияние на снижение риска развития аллергии. Исследование было независимое, оно было проведено немецким правительством, и сейчас мы подробнее рассмотрим его результаты. Так что мы взяли три разных формулы, из три разных компаний. Один был партнол Вей, который был нан-ХА, и мы взяли с экстенсивно-флихидролизованной Вей формулой, который был из Нутрича, и экстенсивно-флихидролизованной Казалин, который был из Митт-Жонс, и были очень разные компании, и мы взяли это с регулярной Казмилк-формией. И все эти формулы, как вы можете видеть, были пактаны в одинаковые тенки, с одинаковым лабелингом, и для каждой формулы мы имели четыре разных литров, и поэтому родители реально не знали, какой тип формулы они были дают их ребенка. Соответственно, мы взяли три смеси, которые в данный момент были на рынке. Это была частично гидролизованная сывороточная смесь на ночьей компании Nestle, глубоко гидролизованная сывороточная смесь Nutrizi и глубоко гидролизованная кизиновая смесь Митт-Жонсон в сравнении со стандартной смесью на основе коровьего молока. Как вы видите на картинке, все банки были пронумерованы, на них были различные буквы, никаких этикеток, и родители совершенно не знали, какой смесью они кормят детей. Соответственно, мы, естественно, рекомендовали всем матерям применять полностью грудное вскармливание, и, как мы видим, голубая часть столбцов, 40% матерей полностью давали грудное молоко детям, и они не влияют на результаты нашего исследования, однако больше половины матерей либо применяли смешанный вид кормления, либо исключительно использовали исследуемую смесь. So, here you can see the numbers in each of the four different formula groups, and you can see we started with 2,252 children. In the gray fields, you always see all children in the arms, including the fully breastfed, and in the white fields, you can see those who were exposed to the formula by the different age, and these are the results by 10 years of age. We had still quite large numbers left for follow-up, and we already have finished the 15-year follow-up, but the data are not yet analyzed. На этом графике вы видите количество детей, которые участвовали в исследовании. В серых квадратиках это те, кто получали грудное вскармливание, в белых те, кто получали смесь. И сверху вниз можно проследить выборку на протяжении 10 лет, и я хочу отметить, что мы уже получили итоги 15-летнего наблюдения, но они еще полностью не опубликованы. И here you can see the cumulative incidence of eczema at the different time points for the four formulas. In green is a graph for the COSMIC formula, and you can see they have the highest incidence of eczema. and this is a partial way, the extensive casein and the extensive way. And you can see that the difference really appeared in the first year of life, and then it continued to be different until 10 years. So there was no catch-up later on. So you prevent eczema, and this reduction stays, and is significant even after 10 years. Соответственно, здесь мы видим скорректированную кумулятивную частоту развития eczema в этих четырех группах, которые получали разные виды смеси группы вмешательства в течение 10 лет. Соответственно, мы видим, что самый высокий риск это среди тех, кто получает обычную смесь на основе коровьего молока. Дальше идут смеси, глубоко гидролизованные на основе сывортовочного белка, и частично гидролизованная на основе сывортовочного белка показывает уже серьезно меньший риск возникновения eczema, как и глубоко гидролизованная смесь на основе кикозеиного белка. То есть мы видим, что именно в первые годы жизни происходит вот этот значительный разброс по возникновению риска. So here you can see the same in numbers by 10 years of age. In orange here, the protocol. And in dark, you see the significant differences for the partial whey and the cousin formula. And the extensive whey just missed significance. And here is the results of the intention to treat, meaning you treat all the children who were dropouts, did not keep the protocol, and still these two formulas were significantly better or less eczema compared to COSMIC formula. Соответственно, здесь мы еще раз в цифрах видим результат на четырех группах, какова была кумулятивная частота развития топического дерматита в течение 10 лет. И мы видим, что именно две формулы оказали существенное влияние на снижение риска. Это формула с частично гидролизованным сывороточным белком и глубоко гидролизованная козеиновая смесь. Смесь, глубоко гидролизованная на основе сывороточного белка, не оказалось серьезного влияния. And there is a Cochrane review on that, combining all eight different randomized controlled trials of hydrolyzed formulas in general. And you can see the reduced risk. And there is two meta-analyses looking at the partial hydrolyzed wave formula, so the non-HA formula, particularly in trials, and also they could show a reduced risk for particularly atopic eczema. Соответственно, здесь мы видим данные двух мета-анализов, которые свидетельствуют о том, что кормление именно частично гидролизованной сывороточной смесью, которая в данном случае была NAN-H, снижает существенный риск развития аллергических заболеваний и атопической экземы по сравнению с детьми группы риска, которые кормились обычной молочной смесью на основе коровьего белка. Well, the next thing we looked at does this different formula feeding has an influence on sensitization. And we know that egg sensitization, so having specific IgE against egg, is a marker for later asthma and allergic rhinitis. So here you can see babies coming, no family history of allergy, family history of allergy, and then sensitization to egg, yes or no. And you can see, if you come from a family with allergy, if you are sensitized, then your risk is 60% of developing allergy or to be sensitized. So you have again the genes and also ex-sensitization is a risk factor. Соответственно, мы видим, что чувствительность к яичному белку является мощным индикатором на предсказателем развития атопического дерматита. Здесь, по данным, мы видим, что в тех семьях, где была положительная семейная история, а также чувствительность к куриным яйцам, риск существенно выше. But when we looked at type of feeding and sensitization to milk at four and twelve months and egg at twelve months, it was very interesting to see that there was no difference between those who had fully breastfeeding or cow's milk formula. So the extreme groups, no difference on the type of feeding on sensitization. Однако очень интересное наблюдение мы получили, которое заключается в том, что чувствительность к белку у коровьего молока и яйцам совершенно не зависит от типа вскармливания. Здесь мы видим тех, кто были исключительно на грудном вскармливании и получали смесь на основе коровьего молока, и нет совершенно никакой значительной разницы в чувствительности к яйцам в течение первого года жизни и после. We also looked at ex-sensitization in relation to duration of formula feeding. So formula feeding starting in the first month, second, third and fourth months. And again, the rate of sensitization was no difference. So you cannot influence ex-sensitization by the type of feeding. Еще раз мы видим, что невозможно с помощью видов вскармливания повлиять на чувствительность к яйцам. Мы видим, что это не зависит от времени начала кормления смесью и не зависит от типа вскармливания. Итак, главные выводы. В первую очередь, раннее начало экземы в возрасте в течение первого года жизни никак не вписывается в рамки гигиенической теории. Однако генетическое влияние очень сильно в данном случае. Вы не можем повлиять на снижение риска возникновения аллергии с помощью диеты матери в период беременности и кормления грудью. Однако мы можем повлиять на то, чтобы снизить риск развития атопического дерматита в группе высокого риска детей из семей с положительным анамнезом, давая им смеси на основе определенных белковых гидролизатов, но ни в коем случае не соевые смеси. Однако, даже в этом случае не будет снижения риска развития аллергического ринита и астмы. И в отношении сенсибилизации к яйцам, как мы уже видели, различные виды вскармливания не дают влияния. Ну и, к сожалению, если вы спросите меня, какой же механизм защитного действия, к сожалению, я должна сказать, что пока он нам неизвестен. Спасибо большое за внимание. Сибилл, thank you very much. I hope there will be some questions. Пожалуйста, у нас есть время для вопросов. Пожалуйста, задавайте вопросы. Да, пожалуйста. Уважаемый профессор Калецко, разрешите поблагодарить вас за очень интересное сообщение, для нас очень важное, нужное. И у меня такой вопрос в связи с вашим докладом. Используется, вот у нас был симпозиум предыдущий, и нас заинтересовал такой вопрос, может ли используется смесь на основе козьего молока для профилактики аллергии и для лечения уже атопии, сложившись. Сибилл, the question is, is it possible to use goat's milk formula for prevention, for allergy prevention or for treatment of allergy? Well, we have no data on that, and since goat's milk has a 90% cross-reactivity of the epitopes of the proteins with cow's milk, I do not expect that non-hydrolyzed goat's milk has a preventive effect. Значит, формула на основе козьего молока на 90% имеет те же самые эпитопы, что формула на белках коровьего молока. Поэтому нет смысла предполагать даже, что такая формула может помочь в профилактике или лечении атопии. Ещё вопросы? У меня ещё один вопрос, если можно, Ольга Стантьевна, переведёшь тогда. Действительно, сейчас большое внимание уделяется вопросам о том, что нужно соблюдать диету беременной женщине или кормящей матери гипоаллергенную. Не нужно, если ребёнок находится в группе риска. Конечно, мы все прекрасно знаем, что разнообразное питание способствует формированию пищевой толерантности у ребёнка. Но если мама страдает аллергией, нужно ли соблюдать диету? Потому что вот эти безусловные постулаты, когда ложатся на нашу почву, в общем-то, порой вызывают негативные совершенно явления. The question about diet in pregnancy women. For example, if the mother has allergy herself, should she use hypoаллергенic diet or elimination diet in case of allergy in mother? No. There is... Well, in these studies there were, of course, also mothers with allergy and who were randomized to exclusion of egg and cosmic or diary products and there was no difference. So even for mothers who have allergies themselves, if they are not allergic to cosmic allergies, they do not need to exclude. No benefit. Нет, в исследовании, которое проводило Сибил, не было различия, даже учитывалось, если у матери есть аллергия, различий в аллергии у ребенка при использовании лиминационной диеты не было. I think we even in the contrary, there's one study on egg elimination during pregnancy and the children who were randomized to elimination during of the mother, they had more allergies later on. So I think we believe that some of the these allergens go reach the baby in the tummy and may even induce tolerance. So exclusion diet have no really no benefit. Лиминационная диета не имеет смысла при беременности, потому что даже при риске развития аллергии у ребенка, при длительном грудном вскармливании, она приводила этот пример, при отсроченном введении яичного белка все равно на него была аллергия еще была более сильная. Пожалуйста. Доктор Калецкая, скажи, пожалуйста, как в Германии рекомендуется рано выводить прикорм? Или как сохраняется исключительно грудной вскармлив? До какого времени? Dear Professor, we have the question, what are the recommendations in Germany, how long should be the breastfeeding and when you recommend to start feeding the baby with the products? Thank you for the question. Two weeks ago, actually, we had our meeting for the new guidelines on allergy prevention and the recommendation is full breastfeeding for the first four months, solid feed introduction slowly from the fifth month onwards but not later than the seventh month with a diversity of different food, not excluding any particularly food, regardless of risk families or non-risk families and if you cannot fully breastfeed your baby and you come from a risk family, then we recommend a hydrolyzed formula. Спасибо большое за вопрос. Как раз две недели назад у нас было обсуждение и презентация новых рекомендаций по снижению риска аллергии и наша рекомендация продолжать грудное вскармливание полностью в течение первых четырех месяцев и дальше начинать вводить прикорм с пятого месяца, но не позже, чем с седьмого. И если мать не может полностью в первые четыре месяца обеспечить полное грудное вскармливание и при этом это семья с положительным анамнезом, то есть с риском возникновения аллергии надо использовать частично гидролизованные смеси. And you know that the WHO is a bit different. WHO recommends six months fully breastfeeding, but this is basically for countries with low hygiene where the risk of infections via, you know, dirty, solid food is high and then different recommendations compared to high hygiene countries. Это несколько расходится, вы можете заметить, с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения, которая настаивает на том, что нужно полностью грудное вскармливание сохранять в течение первых шести месяцев. Однако эта рекомендация в первую очередь касается стран с низким уровнем гигиены, где может быть высокий риск возникновения и попадения различных инфекций. Соответственно, если в стране нормальный уровень гигиены, то срок может быть меньше. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Я понимаю, да. Я просто хочу сказать, что можем ли мы теперь уже так говорить, что атопический марш, атопический дерматит, ренит, бронхиальная астма и так далее. Вот мы даем гипоаллергенную смесь. Мы предупреждаем атопический дерматит, сенсибилизацию эту. А дальше уже все идет своим чередом. То есть ренит, бронхиальная астма уже не будет иметь отношение к этому атопическому маршу. Так? Сибил, does that mean, this is the question about атopic марш, if we start to prevent allergy in early infancy, does it mean that this prevention concerns only eczema dermatitis, dermatitis, atopic dermatitis? Or it is possible to prevent also something else? No, so far none of the nutritional intervention trials saw an effect on asthma or allergies. You know, we have this bit on breastfeeding, but it's not randomized trials. So it seems, as I said, that early eczema is a bit different. And we all know that many children who have eczema do not develop asthma and other allergies later in life. So there seem to be different groups we are dealing with. По-видимому, все-таки разные механизмы у развития атопического дерматита и у развития астмы. Поэтому предотвратить астму с помощью гипоаллергенных смесей невозможно. Sorry, I have a question. Is it possible immunomodulation in infants with atopic dermatitis? Is there any possibilities or any means? Well, in a way, feeding these formulas is a type of immune modulation. Giving breast milk is immune modulation, if you want. So, I mean, since we see a long-term effect, I think we influence the immune system either by preventing something or by inducing tolerance. But as I said, the mechanisms are not known. Is использование гипоаллергенных смесей с младенчества – это и есть способ иммуномодуляции, потому что именно с этим способом мы снижаем риск развития атопии в достаточном количестве случаев. еще пожалуйста. Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый докладчик. Я бы хотел спросить, необходимо ли матери также поддерживать элиминационную диету, кормящую ребенка грудным молоком на грудном скамливании, если у ребенка имеются эпизоды часто обструкции или остмойного состояния. Также необходимо поддерживать диету или это тоже, как при отописиком дерматите, не имеет никакого значения. Спасибо. The question is about elimination diet in lactating women. If the child has episodes of obstruction, should the mother have some kind of elimination diet or no? This is a different topic from prevention. If a child has already allergies in the second or third months already eczema and you saw in fully breastfed we have that, then if it is severe eczema what we do and I think most do, we try to place the mother on an elimination diet and this is not prevention then it is treatment because we have already a sick baby and then we and in a few mothers if you eliminate egg and cause milk strong allergens from the mother's diet some babies improve and they get worse when the mother starts eating that again but this is treatment and this is different so in these cases of moderate to severe eczema it worthwhile that the mother tries elimination and if there is no improvement she should go back then it has nothing to do with this food but if they improve then the baby may have a benefit in this case it is not a profilax it not a predisposition because it is already allergic and it is a medicine and in this case it needs to an dieter to to take the allergen of which child can get a sensibilization to yes действительно an dieter in this case yes please Вы знаете, всё время говорят о том, что увеличивается количество дерматита атопического, потому что нет контакта с микробами в раннем возрасте. А вот скажите, пожалуйста, что значит нет контакта? У нас, наверное, есть. А то, что мы сразу начинаем детей лечить любыми средствами, может быть, это в большей степени играет роль возникновения атопического дерматита, чем отсутствие контакта с микробами? Я прослушала, переводите. So the question is about the elimination of microbes in the early infancy. We normally cannot eliminate this, but we very early can start treatment, and maybe this influences the development of atopic dermatitis. Well, I think, as I showed you, microbes are not bad. Микробes, you know, macros influence your immune system. So this was a study from these babies who grew up in a farm, in an animal stable. And also we know that being born by cesarean section, not swallowing the feces during the process of birth with normal development is a risk factor. So, I mean, microbes by itself are not bad and maybe beneficial, the same as some, you know, what we try to simulate with probiotics. But I think, so I think definitely no antibiotics early in life, because this may influence, may have negative effect on your microbiome. And back to the question of this gentleman over there, I mean, you wonder how do these babies who are fully breastfed, how do they sensitize and get cow's milk allergy, although only breastfed? And I think we have good knowledge now that they get sensitized through the skin. So even if they never received egg, never received cow's milk, only breakfast, they are sensitized to egg and milk, and most likely through the skin. And then if they are sensitized to the skin and develop allergy, then elimination to the mother is useful. So maybe... Ну, соответственно, как уже говорилось в докладе, контакт с микробами, он нужен и важен в раннем периоде, потому что это тренировка и развитие иммунной системы, и это даже оказывает благоприятное влияние. Что касается лечения, естественно, максимально надо избегать любых антибиотиков, потому что это оказывает очень негативное влияние на микробиоту. И, как уже говорилось в предыдущем ответе, естественно, если уже аллергические проявления возникли и идёт лечение, то у матери должна быть элиминационная диета. И ещё очень интересный момент Сибила отметила. Она сказала, что сенсибилизация может проходить и через кожу, не только через грудное молоко, вот в том случае, о котором говорил доктор, через кожу. Я не очень слышала об этом, во всяком случае не знаю. По-видимому, такие работы... Есть ли какие-то работы, которые показывают это скин-то-скин-сенсибилизация? Да, я думаю, что мы знаем. И эти дети имеют эту барьер-дисфункцию, где филогрин работает на барьер-функцию, и если ребенок приходит в контакте с питанием, но родители едут, это может быть достаточно, чтобы быть сенсибилизацией. Кожа является важным фактором защиты. И на поверхности кожи, вот в клетках, там может быть тот самый ген, который влияет на развитие аллергии. И вот эта через кожную сенсибилизация, она совершенно реальный процесс, и мы даже часто видим, есть даже в дальнейшем, в более старшем возрасте, контактный дерматит. Но вот это вот приблизительно то же самое. Еще вопросы? Sorry, I have a question here. If the child with a topic dermatitis in a received breast milk, should be switched from breastfeeding to artificial, to hypoallergenic, and the amino acid formula? This only very rarely. In general, no. Breast is best. There are a few children who have severe atopic dermatitis, failure to thrive, you know, hypoproteinemia, because they lose through this very diseased skin protein. And if they do not improve on elimination diet of the mother, then, I think, because they are endangered, failure to thrive, these are babies we switch from breast milk to an extensively hydrolyzed or amino acid-based formula. But these are very, very few exceptions. So in general, we continue breastfeeding. The question was from the audience about the Это грудное вскармливание. Все? Истякли. Сибилс, thank you very much. Thank you. Да куда угодно, конечно. И сейчас я с удовольствием предоставляю слово Татьяне Эдуардовне Боровик, которая продолжит тему аллергии. И название ее доклада – «Особенности введения прикорма, деятельность пищевой аллергией и риском ее развития». Спасибо, Ольга Константиновна. Уважаемые коллеги, мы в этом зале на нашей конференции очень много говорили вообще о тех сложностях введения прикорма и тех новаторских изменений, которые у нас произошли. И мы уже не первый раз упоминаем нашу национальную программу, которая в этом году исполняется пять лет. И основным достижением этой программы, и, как отметила Государственная Дума, является изменение сроков введения прикорма, вообще подхода к введению прикорма в нашей стране. Вы знаете, что еще совсем недавно у нас прикормы вводились, начиная с третьего месяца жизни, потом, как говорится, по порядку вводились соки, фруктовые пюре, потом овощное пюре, каша и так далее. И вот наша новая национальная программа, она очень много внимания уделила введению прикорма здоровым детям. Мы все прекрасно знаем, что на основании этой схемы, вот введения прикорма здоровым детям, строится и схема введения прикорма детям с различными заболеваниями. И вот, действительно, схема у нас новая, интересная, и она вполне соответствует тем европейским критериям, о которых говорила сегодня Сибила. Действительно, подходим индивидуально каждому конкретному ребенку, а если что касается детей, страдающих аллергией, тем более, и учитываем здоровье ребенка, здоровье матери. Если говорим про аллергии, не находится ребенок в группе риска по развитию аллергии. И вот, действительно, для каждого ребенка, который тут представлен, нужен индивидуальный подход. И этот индивидуальный подход, он как раз и диктует сроки введения прикорма, ассортимент, последовательность назначения продуктов. Поэтому у нас интервал такой от 4 до 6 месяцев, когда мы можем вводить прикормы здоровым детям, вот то критическое окно, на котором мы сегодня остановимся. Но когда вводят прикормы, уже подходит срок для введения прикорма детям, находящимся в группе риска, или детям, которые страдают аллергией, конечно, возникает масса вопросов. И прежде всего, какие же оптимально продукты выбрать для введения прикорма, когда их нужно вводить, какую соблюдать последовательность. И, конечно, говоря о введении прикорма, мы должны в первую очередь помнить о тех высокоаллергенных продуктах, о их 8 основных продуктах, которые считаются аллергенными во всем мире, независимо от места проживания данного индивидуума. Вообще, в настоящее время выделяют более 160 продуктов, которые могут в ответ на свой приём вызывать ИГЕ-посредственную реакцию. Но основная восьмёрка представлена на данном слайде. И было очень интересно посмотреть степень значимости продуктов в развитии пищевой аллергии. Были выбраны совершенно разные страны, находящиеся на разных континентах. И оказалось, что по степени значимости на первом месте стояло куриное яйцо. На втором – коровье молоко, а на третьем – те продукты, которые наиболее часто используются в тех регионах, в которых проживали дети. И вот действительно коровье молоко, и, слава богу, в нашей национальной программе оно практически вынесено за рамки первого года жизни. Единственное, разрешается пока использовать 150 мл молока для разведения каш. Я думаю, в новой редакции, Ольга Константиновна, мы это уберём. Мы с этим действительно боремся очень активно. Это самый первый белок, с которым встречается ребёнок. И мы видим, где статистические данные представлены, что от 2 до 3% детей на искусственном вскарне, и даже полпроцента детей на естественном, на исключительно грудном вскарне, могут развивать аллергические реакции в ответ на введение в их питание коровьего молока. Мы видим выраженные перекрёстные реакции. Если есть аллергия на белки коровьего молока, значит, высок риск до 98% развития аллергии и на введение козьего молока, о чём сегодня мы много уже говорили. Вот один из самых аллергенных продуктов – куриное яйцо. Вы посмотрите, какой вообще уникальный продукт. Белок куриного яйца выбран вообще за эталон. И полноценные белки, легкоусвояемые, содержат и жиры, и водорастворимые витамины, содержат минеральные вещества. Даже куриный желток содержит в небольшом количестве длинноцепочные полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин. То есть прекрасный продукт питания, но мы видим, что он содержит 13 белков, каждый из которых может быть аллергеном. Здесь представлены на слайде наиболее аллергенные белки. И, конечно, к введению куриного яйца нужно подходить особо, и на этом мы сегодня будем останавливаться. То же касается и рыбы. Вот мы провели недавно эпидемиологические исследования. Оказалось, что московские дети только в возрасте от года до 3 лет практически рыбы не получают. Только 20% детей получают рыбу. Ну, наверное, наша беда, потому что вообще мы знаем, что рыба – это основной источник длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислот витамина D. Но рыба оставляет желать лучшего. Но опять-таки прекрасный полноценный продукт, легко усвояемые белки, жирорастворимые витамины, и йод, и фосфор, и чего только нет. И самое главное – длинноцепочные ПНЖК. Но рыба, мы видим, является высокоаллергенным продуктом. Тоже имеются определенные перекресты между антигенами рыбы и морепродуктов. Поэтому к введению рыбы нужно тоже относиться очень осторожно. И вот я сегодня даже буду больше говорить не о том, как вводить прикормы детям, страдающим аллергией. Скажу одно, индивидуально надо подходить к каждому ребенку. Хотелось бы больше остановиться на том, как вводить прикормы детям, которые находятся в группе риска, вот Сибила в этом много говорила, в группе риска по развитию атопии. Когда же нужно вводить прикормы? Проанализировав массу, большое количество зарубежных работ, мы пришли к выводу такому, что если рано вводятся продукты прикорма до 4 месяцев, высокий риск развития аллергии у ребенка из группы риска. Если прикорма откладывается до 4 месяцев, риски снижаются. Но, казалось бы, чем позже, тем лучше. И вот были обследованы дети, которым прикормы вводились 6 месяцев. И что получилось? А получилось то, что риски не уменьшились, а наоборот, при позднем введении прикорма аллергическая сенсибилизация нарастала. И вот в доступной литературе нам встретилось только одно исследование. Это тайваньские дети, большая группа детей была обследована, что, в принципе, не было выявлено взаимосвязи между сроками введения прикорма детям из групп риска и развитием у них аллергии в 18-месячном возрасте. И действительно, вот сейчас вообще ученые всего мира даже больше подходят к тем рискам, которые развиваются при более позднем введении прикорма, нежели при раннем введении прикорма. Масса работы идет. Вот касается глютен, содержащих продуктов. Дети вводили кашу, мы видим, в разном возрасте, в 3, в 6, в 9, в 15, в 24 месяца. И оказалось, что если каши, глютен, содержащие вводили в возрасте после 6 месяцев, то риск развития сенсибилизации и ИГЕ посредственных реакций у этих детей был более высоким, чем если эти прикормы вводили в более ранние сроки. Тоже касается еще одной работы. Обследовано более 2,5 тысяч детей. И тоже было отмечено, что задержка введения каши и других продуктов увеличивала риск развития аллергии к злакам. А вот еще одно исследование, которое включало почти тысячи детей, но мы видим здесь непродолжительное грудное вскарминание, среднее, и отсроченное введение таких продуктов, как злаки, картофель, мясо, рыба. То есть вводили в поздние сроки, и ученые констатировали, что достоверно при этом увеличивался риск развития сенсибилизации к пищевым продуктам и даже к респираторным аллергенам. Вот много, масса перспективных исследований посвящена этим проблемам, которые приведены кагородные исследования, которые действительно говорят о том, что более позднее введение прикорма и даже более позднее введение высокоаллергенных продуктов не защищает от развития аллергии, а наоборот, в общем-то, способствует ее появлению. И такие работы, которые говорят о том, что даже, опять-таки повторяю, высокоаллергенные продукты, та же рыба, очень интересное исследование наших шведских коллег, в питании которых рыба является таким традиционным продуктом. И если она вводилась в рацион здоровых детей в возрасте 7 месяцев, потом в дальнейшем году, к полутора годам, и даже до 4 лет эти дети были просмотрены, прослежены, у них гораздо реже развивалась аллергия, чем у тех детей, которые рыбу в своем питании не получали. Ученые сделали выводы, что действительно те полиненасыщенные жирные кислоты, о которых я говорила, и даже витамин D, которые содержатся в рыбе, являются факторами вот такими, которые в определенной степени профилактируют развитие аллергии у детей из групп высокого риска. Опять возвращаясь к глютену, взяты дети из групп риска по развитию целиакии, здоровые дети, и вводились прикормом, мы видим, в разные сроки. Рано, в 3 месяца, достаточно поздно, после 7 месяцев, и в интервале от 4 до 6 месяцев. И мы видим, что, как говорится, наиболее редко развивались симптомы, вернее, определялись антитела, характерные для целиакии, и аутоантитела к островкам, к островковым клеткам поджелудочной железы. У детей, если прикормы, вводили в интервале от 4 до 6 месяцев. И было сформировано, если можно сказать, теория вот такого критического окна для формирования пищевой толерантности. То есть это окно включает сроки от 4 до 6 месяцев. Почему выбираются именно эти сроки? Почему не раньше? Почему не позже? Ну, считается, что к этому времени уже в составе кишечной микробиоты преобладают бифидобактерии. Уже функциональное состояние почек и желудочно-кишечного тракта ребёнка готово к приёму уже новой пищи, отличной от грудного молока. Уже та первоначально повышенная проницаемость, которая имеет место быть у детей в первые месяцы жизни, она уже, как говорится, значительно уменьшается. И мы можем вводить прикормы детям уже в эти интервалы. И они действительно, как мы сегодня услышали, являются наиболее вот такими оптимальными и наименее травматичными для развития аллергии. Вот что говорят нам наши уважаемые коллеги из Европейского общества гастроэнтерологов, гипотологов, нутрициологов и американские коллеги. Да, что исключительно грудное вскармливание до 4-6 месяцев, с 5 месяцев можно уже вводить прикормы низкоаллергенными продуктами. А вот если мы посмотрим данные, рекомендации Американской академии педиатрии 2000 года, вот они детям из групп РИСКа предлагали вводить высокоаллергенные продукты в более поздние сроки. Вот коровье молоко после года, яйца мы видим после 2-х лет, рыбу, арахис и орехи после 3-х лет. Но всё-таки вот что значит есть учёные, но я думаю и правильно поступают. Вот те данные, тот шквал работ был проанализирован, и в 2008 году Американская академия педиатрии изменила свои подходы к назначению прикорма, вот действительно используя это окно формирования толерантности, и считается у них так, что основной, конечно, продукт питания для ребёнка, находящегося в группе риска по развитию аллергии, это грудное молоко или гипоаллергенная смесь, а уже в интервале от 4 или ближе к 5 месяцам можно вводить все те продукты, в которые нуждается ребёнок, и очень интересно даже то, что и рыба уже сюда входит, и соя, и тофу, и так далее, и так далее. То есть они, в общем-то, значительно изменили свои подходы. Единственное, что действительно рекомендуется вводить прикормы постепенно по одному продукту, не вызывая сначала широкое разнообразие, а потом можно уже потихоньку и, как говорится, расширять питание. Что касается коровья молока, мы видим, всё-таки его введение цельного коровья молока оставлено на 12 месяцев, но кисломолочные продукты, тут вот йогурт, сыры разрешаются вводить и в небольшом количестве, и в более ранние сроки. А продукты, содержащие арахис, мы знаем, что истерия действительно в Америке в плане арахиса, и смертельных много достаточно случаев на арахис, и вот его рекомендовали вводить раньше, после трёх месяцев. Сейчас и уже продукты, которые содержат арахис и ингредиенты орехов, но не цельные орехи, возможно вводить в питание даже в возрасте 9-12 месяцев. Как меняются подходы. И вот мне очень понравились рекомендации Американской академии аллергологии и иммунологии 2013 года, которые говорят о том, что ребёнку следует вводить, вот это касается высокоаллергенных продуктов, значит, продукты эти не в домашних условиях, не в яслях и не в ресторане, то есть в домашних условиях, не в яслях, не в ресторане, то есть действительно нужно относиться к этой проблеме очень трепетно. И, конечно, небольшое количество сначала ребёнку даётся продукта, а потом в течение 3-5 дней постепенно увеличивается объём, если нет реакции. Если вот то, что вы прочитали, это наши рекомендации, это буквально дословно наша национальная программа, то есть каждый новый продукт, а тем более высокоаллергенный, должен вводиться постепенно. А вот интересная работа, одна из последних работ, это когортное исследование детей, более 1140 детей было изучено, матери заполняли пищевые дневники, и в общем-то в этом исследовании был выявлен 41 ребёнок уже с достоверной пищевой аллергией, подтверждённой по двойному слепому плацебо-контролируемому исследованию повышенным уровнем ИГЕ, и было очень интересно проследить, когда же появлялась аллергия в зависимости от сроков введения прикорма. Контрольная группа была выбрана небольшая, здоровые дети. И оказалось, что если прикормы вводили детям ранее 4 месяцев, и на фоне уже подпитки молочными смесями, то риски развития аллергии были высокие. Это исследование как раз и доказало целесообразность использования тех сроков, то, что мы говорили, 4 месяца, не ранее 4 месяцев можно вводить прикормы, и желательно было бы, чтобы, как говорится, это происходило на фоне продолжающейся грудного вскармения, как говорит Американская Академия Педиатрии. Конечно, очень важно, чтобы прикормы вводились на грудном вскармении, потому что грудное молоко, мы сегодня и вчера очень много говорили, это действительно фактор, который способствует, с одной стороны, формированию толерантности и тем самым профилактике аллергии. Об уникальных свойствах я рассказывать не буду, но тем не менее, что и секреторный иммуноглобулин А, содержащийся в молоке, мы видим, защищает от проникновения в внутреннюю среду организма чужеродных белков, в частности, пищевых, и трансформирующие факторы роста бета-2, которые содержатся в молоке, способствуют собственному синтезу иммуноглобулина А. Конечно, и длинноцепочные жирные кислоты, которые присутствуют в молоке, обладают иммуномодулирующим воздействием, и тот микробиом, о котором мы сегодня знаем, те бифидо- и лактобактерии, участвуют активно в становлении пищевой толерантности и нуклеотиды, и, в общем-то, многие другие факторы, поэтому мы целиком и полностью согласны, что действительно прикормы должны вводиться на фоне грудного вскармения. Но возникает вопрос, может быть, действительно кормить ребёнка можно долго грудью, продолжать грудное вскармение до бесконечности, а у нас так бывает, и вводить прикормы где-нибудь в осрочном порядке. И вот тоже было проведено такое интересное исследование, это ретроспективное, мы видим, что более 50 тысяч детей с случайной выработкой было в него включено, дети были в возрасте 8-12 лет, дети были из 21 страны, и, в общем, оказалось, что при продолжительном грудном вскармении, но при позднем введении прикорма протективного действия, протективного эффекта грудного вскармения не наблюдалось, а даже наоборот, в развитых странах позднее введение прикорма даже на фоне грудного вскармения приводило к рискам, и даже не к рискам, а к развитию аллергии. А вот интересное исследование проходит в Англии, мне бы хотелось комментарий Сибила узнать, это действительно участвует в этом исследовании более 300 детей, и вообще это исследование посвящено оценке развития толерантности к высокоаллергенным продуктам. В трёхлетнем возрасте ретроспективно оценивают детей, к которым 6 высокоаллергенных продуктов вводились в возрасте трёх и шести месяцев, и вот таким образом, в общем-то, смотрели на формирование пищевой толерантности. Результатов нет, был бы мне очень интересен комментарий в этом плане Сибила. Но, конечно, есть возможности для снижения риска развития аллергии при введении прикорма, конечно, в общем-то, есть, и мы должны о них помнить, это индивидуальный график, понятно, введение прикорма, о чём я уже говорила, индивидуальный подбор продуктов питания, конечно, это монокомпонентные продукты должны быть, конечно, наши национальные традиции, потому что мы много смотрим на Запад, и если взять, допустим, ту же Финляндию, ту же Швецию, там традиционными продуктами для первого прикорма являются зелёный горошек, морковь, курица, а эти продукты нашими детьми, в общем-то, генетически не очень хорошо переносятся в качестве именно первого прикорма. И, конечно, должны продукты промышленного производства быть первыми продуктами выбора для введения прикорма. И не только потому, что они экологически чистые, и гарантированный состав имеют на протяжении всего срока хранения, а потому что продукты прикорма, они носят функциональный характер, и продукты прикорма можно обогатить всеми теми компонентами, которые нуждается ребёнок на протяжении своей жизни, где-то после 4-6 месяцев. И вот тут представлены ссылки на наши статьи, а статьи опубликованы, опять-таки, повторяю, я уже говорила сегодня, в самом рейтинговом журнале нашего России, это «Современные вопросы педиатрии». И вот о тех проблемах и тех полученных результатах, сначала, которые мы получили при умозаключения, работ, которые были на Западе, как говорится, разработаны и проведены, мы их переложили на наши рельсы, вводили прикормы детям с 4-5-6 месяцев, часть детей была на искусственном вскарме, часть детей была на грудном, на грудном мы вводили прикормы с 5-6 месяцев, оценивали физическое развитие детей, оценивали обеспеченность детей железом, и оказалось, что позднее введение прикорма после 6 месяцев уже является, как говорится, сигналом к тому, что у ребенка начинает развиваться железодефицитное состояние, которое может привести к развитию и железодефицитной анемии. В этом плане нам помогала компания Несли, фирма Гербер, нам были предоставлены монокомпонентные продукты прикормы, и я хочу сказать, что большое спасибо, действительно, работа получилась интересная, можно ее прочесть в журнале, а вывод этой работы был таков, что при детям на грудном вскарме вводить прикормы, в общем-то, нужно также тщательно, осторожно подбирать продукты, подбирая сроки для введения, а не только, в общем-то, это, как говорится, прерогатива детей, которые находятся на искусственном вскарме. И, конечно, введение прикорма – это очень ответственный период в жизни ребенка. Грудное молоко, понятно, его объем сокращается, иммунологическая поддержка тем самым уменьшается, тот секреторный моноглобулин А меньше поступает, и если у ребенка на исключительно грудном вскарме в составе кишечной микробиоты преобладают бифидобактерии, то уже после введения прикорма начинает поднимать голову условно-патогенная флора, и возникают риски и снижения иммунологической защиты, появляются функциональные нарушения кишечника, даже различные инфекции, и, в общем-то, высокие риски развития аллергических заболеваний. И вот действительно очень много говорится сейчас о микрофлоре и аллергии. И исследования последних лет нам четко говорят о том, что изменения в составе кишечной микрофлоры в уровне бифидобактерий возникают еще раньше, еще до появления первых признаков аллергии на кожу, например. И действительно это так. И если рассмотреть детей, которые находятся на грудном вскарме и страдают аллергией, в составе их кишечного микробиома меньше бифидобактерий и также ниже уровень бифидобактерий в молоке их кормящих матерей. И вот были рассмотрены дети, страдающие аллергией в возрасте почти с рождения до года, и на протяжении всего года видна такая закономерность, что в кишечной микрофлоре у детей, страдающих аллергией, уровень бифидобактерий был значительно ниже, чем у детей, которые были здоровы. И даже были выявлены индивидуальные видовые отличия тех бактерий, которые высевались у детей, страдающих аллергией или без нее. Вот тоже было еще одно исследование интересное проведено, в котором было задействовано более тысячи детей. В первый месяц после рождения у них брали исследование, а исследовали ПЦР, это не наш посепно-надисбактериоз так называемый, и посмотрели микрофлору, потом в течение двух лет за этими детьми очень внимательно наблюдали, оценивали их развитие, оценивали появление аллергических реакций, аллергической экземы, проводили иммунологическое исследование, и в результате этого исследования был сделан такой вывод, что действительно изменение в составе микрофлоры появляется раньше, аллергических реакций на коже, и если у ребенка в кишечном микробиоме преобладали и шерихи, и коли, то выше был риск развития атопии, а если кластридиодифицили, то мы видим различные виды аллергии. Вот такое было проведено исследование, вот такое, я думаю, оно достаточно показательное. И сразу возникает вопрос, что если изменение микрофлоры возникает до развития, до появления аллергических изменений на коже, наверное, управляя составом микробиома, наверное, возможно как-то влиять на развитие аллергии, и если адекватно поддерживать нормальный кишечный микробиоциноз, наверное, мы тем самым будем профилактировать аллергию. И вот действительно есть такие работы, которые… А вот я вам хочу сказать, что в нашей национальной программе и мы, в общем-то, сторонники, и обосновываем этот факт, что первым продуктом прикорма должна быть обогащенная каша, и вот на данном слайде наши коллеги примерно такое исследование провели. Часть детей получала кашу, обогащенную лактобактериями, F-19, вторая получала кашу не обогащенную, и посмотрели этих детей в возрасте 13 месяцев. Оказалось, что у детей, которые получали вот такой замечательный продукт, аллергические реакции развивались в два раза реже, чем у детей, которые не получали такие продукты. И вот компания Несле является пионером в плане разработки таких функциональных продуктов. Были проведены исследования, были отобраны 13 штаммов бифидобактерий, которые можно было бы ввести в ту самую кашу. Оказалось, что наиболее активными ферментирующими свойствами обладали бифидобактерии лактис и бифидобактерии лонгом. Они и были введены в состав каш Несле. И те пробиотики, которые вводились в состав каш, конечно, их очень активно изучали и смотрели, способны ли они ингибировать рост условно-патогенные флоры, устойчивы ли они в условиях соляной кислоты и желчных кислот, эффективны и безопасны для детей, и способны ли они сохраняться живыми к концу срока хранения продукта в возрасте 1 году. И вот наше отделение, мы занимаемся проблемами лечения детей, страдающих аллергией очень давно, и все те продукты, которые на нашем рынке потребительском, находятся гидролизаты белками на кислотной смеси, все прошли через наши руки, и мы можем дать объективную оценку каждому продукту лечебному. А когда нам предложили посмотреть влияние каш на функциональное состояние кишечника, на возможность развития аллергии или даже в большей степени на предотвращение аллергии, как-то нам эта работа сначала показалась такой не очень серьезной, но тем не менее мы ее провели, обследовано было 35 детей, были дети с пищевой аллергией, с разными ее проявлениями, с атопическим дерматитом, и с гастроэнтестинальной аллергией, и просто дети с отягощенным аллергоанамнезом, а каши содержали вот те бифидобактерии, о которых я говорила, и, в общем-то, оказалось, что как дети, страдающие аллергией, так и дети, находившиеся в группе риска по ее развитию, хорошо переносили этот продукт, и, в общем-то, у них не было вот таких отрицательных реакций, а даже у детей, у которых имелись функциональные нарушения кишечника, мы видим, к концу исследований были устранены, и даже тот анализ на бифидобактериоз показал определенный рост бифидофлоры у этих детей. А вот второе исследование, которое было построено по тому же дизайну, как и первое, но здесь, обратите внимание, принимали участие дети, страдающие атопическим дерматитом легкой формы, скоро до 20, и тяжелые, более 60. Также были дети с кожно-гастроэнтестинальной аллергией, дети с отягощенным анамнезом и здоровые дети. И хочу сказать о том, что все группы детей хорошо перенесли предлагаемые продукты, а дети в обострении атопического дерматита где-то на 3-5 день после введения каши дали аллергические реакции. То есть мораль такая, что если ребенок находится в обострении атопического дерматита, нужно сначала все-таки найти причину этого явления, откоррегировать, выбрать ему основное питание, и потом уже вводить продукты прикорма. И вот нами разработана тактика введения прикорма детям, которые страдают, дети, которые находятся в группе риска, а дети, которые находятся в группе риска, это здоровые дети. Поэтому они должны получать, как сегодня много было сказано о том, или грудное молоко, или смесь на основе частично гидролизованного белка. То есть для этих детей нужно выбрать основной продукт питания. И где-то с 5-5,5 месяцев мы можем постепенно вводить те продукты прикорма, которые будут предназначены для этих детей. Если у ребенка есть какие-то отклонения на здоровье, если он склонен к развитию железодефицитной анемии, есть ли у него функциональные нарушения, есть ли у него какие-то еще проблемы, допустим, отставания в физическом развитии, мы можем прикормы начать в несколько более ранние сроки. И, допустим, за счет тех же самых каш, давая ребенку высококалорийный продукт с высокой энергетической плотностью. А вот дети, которые страдают аллергией, то же самое. В первую очередь выбирается основной продукт питания, это грудное молоко, это гидролизат, аминокислотная смесь. В острый период не рекомендуется вводить продукты прикорма, когда уже состояние улучшается, это подострое течение или ремиссия, то уже мы можем вводить прикормы, и это как раз где-то интервал от 5 до 6 месяцев. Конечно, вводим индивидуально, учитываем настрой ребенка, нет ли у ребенка уже какие-то причинно значимые продукты, может быть, сенсибилизация через мать, может быть, там еще какие-то варианты. То есть строго индивидуально подходим к выбору прикорма. Первый прикорм, как правило, каша, может быть, и овощное пюре. Вот эволюция наших взглядов на введение прикорма детям, страдающим аллергией. Я вам повторяю еще раз, что эти схемы были построены на схемах введения прикорма здоровым детям. Мы еще помним, когда прикормы в 2 месяца вводили, прикормы вводили в 3 месяца. Поэтому мы как-то старались все-таки принять во внимание вот эти данные и на них и ориентировались. Теперь у нас совершенно иные подходы. Мы видим, что начинаем введение прикорма с каши, с овощей, потом очень важное мясо. А те всеми нами любимые соки, которые мы вводили с месяца 20 лет назад, они уходят уже на дальний план. Мы их вводим, как правило, где-то после 6-7 месяцев, а может быть, даже и позже. Так что вот такая схема, она сейчас существует. Она опубликована вот здесь в уголке. Мы, Союз педиатров России, при участии научного центра здоровья детей, Российская академия после дипломного образования, Московского НИИ педиатрии, наших коллег из Новой Зеландии разработали пособие для врачей, где с современных позиций как раз представлены возможности для современной диагностики, лечения, диетопрофилактики детей, которые страдают аллергией. И последний слайд, который посвящен введению высокоаллергенных продуктов. Вот у нас, когда будет новая редакция нашей национальной программы, мы этот вопрос, в общем-то, я думаю, затронем, обязательно обсудим, потому что наши дети по нашей схеме введения прикорма, желток получают здоровые дети с 7 месяцев, рыбное пюре с 8 месяцев, коровье молоко получается с 4, повторяю, это то молоко, которое идет в состав каш. Вот дети из групп высокого риска по развитию аллергии, они получают в более поздние сроки. Здесь, я говорю, мы вместе с вами можем обсудить действительно возможность введения прикорма этой группе детей. Но что касается детей, страдающих аллергией, прикорма им вводится строго индивидуально, только после достижения все-таки хотя бы частичной ремиссии. И, конечно, нужно, если есть какие-то реакции, проводить иммунологические исследования для того, чтобы не вводить прикормы, если выявляется сенсибилизация к каким-то продуктам. Поэтому, опять-таки, повторяю, все чисто индивидуально. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Эдуардовна. Я уже не буду задавать вопросы. Если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, спросите. Если нет, спасибо большое за внимание, за участие, за ваши вопросы. Спасибо всем участникам. Спасибо большое. И читайте нашу книгу. Я думаю, там действительно очень будет много нового, интересного для нас с вами. Спасибо. 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 Спасибо.